Всем привет! В этом видео я собрал для вас лучшие игры про войну, в которые я сам играю и делюсь с вами зрители. Шутеры как жанр сейчас переживают нелегкие времена. Чего уж там говорить про последний Call of Duty и Battlefield, это полный трэш. Поэтому в подборке только то, во что я сам играю, и это самое лучшее из бесплатных игр про войну. Приступим. Для вашего удобства я покажу еще системные требования и дам ссылки на каждую представленную игру в описании. Enlisted. Многопользовательский экшен-шутер от первого лица, вышедший 8 апреля 2021 года и с тех пор находится в бета-тесте. Enlisted повествует о второй мировой войне в красках. Главная фишка игры это то, что вы управляете целым отрядом солдат, которым можно давать указания и переключаться между каждым. Отряды можно изучать и прокачивать как вам захочется, чтобы усилить или дать новый функционал вашему отряду для выполнения разных задач. Прорывайте фронт врага, захватывайте базы и продвигайтесь под градом пуль к следующей точке. Или защищайте точки от захвата, отстреливая технику врага и толпы солдат. Вот системное требование. Игра делалась на таком же движке, что и War Thunder, но требование у Enlisted чуть выше. Но даже слабое для 22 года ПК потянут ее. Если вы искали что-то подобное, где можно играть целыми отрядами и хотите настреливать много фрагов, то Enlisted даст вам эту возможность. War Thunder. Многопользовательский экшен-шутер на технике Второй мировой войны и современности. Игра релизнулась в 2021 году в бета-тест. Главная особенность игры это то, что в одном клиенте есть вся техника. Вертолеты, самолеты, танки и корабли. Все реализовано на одном движке, но геймплей кардинально различается. В игре даже есть разные режимы сложности. Аркада, реалистичные бои и симуляторные бои. Различия лишь в самой сложности и в дополнительных механиках. Вот системное, вот системное требование Тундры. Игра в этом плане почти не отличается от Enlisted. И запустить игру может каждый слабый ПК для 22 года. War Thunder отличается от всех игр про технику тем, что она идет в сторону реализма. В плане графики и механик. Чем не могут похвастаться игры конкуренты. Крутая графика, большой выбор техники и тактический геймплей. Это и симулятор самолета, и симулятор танка, и симулятор боевого корабля в одной игре. Если вы ищете реализма и вот этой сложности, вы просто обязаны поиграть в Тундру, чтобы прочувствовать вкус ваншотов и неожиданных тактических маневров. World of Tanks. Многопользовательский танковый шутер выпущен в 2009 году. Главная особенность именно этой танковой игры, это акцент на тактику и спорт в самой игре. В World of Tanks не про реализм. Здесь у каждой техники есть ХП и экипаж, который можно условно подбить. На выбор представлено сотни образцов техники, которую нужно выбрать для боев. Игра их делит на несколько классов. Легкие, средние, тяжелые танки, ПТ-САУ и САУ, она же артиллерия. Играть можно за любой тип. Вот системные требования, и это, наверное, самая нетребовательная игра в моем топе. Потому что разработчики сделали два клиента. SD для слабых ПК и HD для более мощных. Залетайте в игру, если вам интересна соревновательная составляющая. Прокачивайте новую технику, наращивайте скиллы игры и пробуйте себя в соревновательных турнирах. Игра, как и все остальные, бесплатная и не требует заградительного доната. World of Warships. Корабельный экшен-шутер от той же компании, только выпущен в 2015 году. Про эту игру можно сказать аналогично, что это спорт, а не какой-то симулятор. Нужно знать цифры техники и ее преимущества, ну и дальность стрельбы орудий, чтобы быть эффективным. В игре крупный выбор наций и самих кораблей, различающихся своим классом и геймплеем. Круто то, что есть авианосцы, которые работают как артиллерия из мира танков. Они могут разведывать и атаковать с неба. И линкоры, с огромными орудиями, которые могут стрелять на 20 и более километров. Вот системные требования. И они аналогичны с танками, так как использовался тот же движок и требования не поднялись вообще. Учитывая масштабы происходящего. Поиграть можно на слабом ПК спокойно. Корабли лично меня цепляют неспешным геймплеем. Можно успеть попить чайку, запустить пару торпед в сторону врага и пострелять на дистанции, пока враг не может тебя достать. Играется очень приятно. Еще учитывая то, что игра сама заваливает подарками, необходимыми на прокачку. Калибр. Последняя игра из моего топа. Это игра про войну с террористами. В свет вышла в 2019 году и по сей день находится в состоянии ОБТ. Фишка игры это геймплей за оперативников 4 классов. И хочу заметить, что оперативники тут из разных стран. Есть абсолютно разные бойцы, которых можно купить и прокачивать. Но на этом все не останавливается. Вам нужно проходить сложные ПВП и ПВЕ миссии. ПВЕ заключается в прохождении полноценных заданий с продвижением по уровням. Сложность в большом количестве противников и в тактической слаженной игре. ПВП больше уже про экшен, где нужно только убивать противника и постараться выжить самому. Вот системные требования. Разработчики нехило запарились с оптимизацией и выжимают минимум для геймеров со слабыми ПК. Но и обладателей мощных компов игра может порадовать хорошей графикой. Если вы не можете позволить себе ту же Rainbow Six Siege, то калибр может стать неплохой заменой. Учитывая, что тут тоже полно оперативников и неплохой геймплей. Вот и подходит к концу мой топ игр про войну. Это лучшие бесплатные реалистичные игры про войну, в которые можно пошпилить в любое время. И они не требовательны к железу. На этом все. От вас за мои старания прошу подписаться на канал, поставить лайк этому видео. А еще вот ознакомьтесь с этими двумя видеороликами, которые я вам предлагаю. И да пребудет с вами Шара. Субтитры сделал DimaTorzok